Всем привет, вы на канале ФОП и сегодня мы проведем необычный опыт, что внутри каштана. Для этого нам понадобится ложка, каштан и обычный простой карандаш. Сейчас объясню для чего все это. Наверняка вы спросите, как в мою голову пришла эта идея. Я просто прогуливался по парку, нашел каштан и придумал вот такой эксперимент. Но вы наверняка спросите, а для чего же нам карандаш? А он уложен, чтобы разбить каштан. Сейчас покажу, как я это буду делать. И проведем небольшой эксперимент еще с карандашом и каштаном, перед тем, как я буду его разбивать. Ну что, погнали. Ну и какой же подопыт я буду проводить? А именно, порисует ли карандаш на каштане? Я попробую с этой стороны, так как тут более четко видно. Я просто рисую линию, не какой-то рисунок. И как мы видим, у нас карандаш справился с каштаном, то есть он нарисовал. Вот сейчас вам покажу, понагляйте. Ну что ж, а я перейду к нашему основному опыту. Вы наверняка меня спросите, как ты будешь простым карандашом разбивать каштан? А все очень просто. Я поточил карандаш, как вы видите, он острый. И сейчас буду просто дырявить сам каштан. Ну что ж, поехали. Как я предполагал, я сломаю карандаш. Ну не в смысле сломаю, а в смысле то, что кончик карандаша сломается. Но не все потеряно, мы можем вот этой обрубленной стороной еще доделать наш каштан. Вот так. Каштандаш, конечно, получается хорошо, но неэффективно. То есть это очень долго. Просто посмотрите, какое отверстие. Это мало, а нам нужно больше. Поэтому я сейчас что-нибудь придумаю. В общем, получилось вот такое отверстие, как я вам показывал. Но карандаш неэффективен, поэтому я взял вот эту вещь. А именно открывашку. У нее есть острие вот такое. И мы можем каштан вот так вот, так сказать, ковырять. Чтобы он потом разломился на две половинки. Ну что ж, погнали. Ах да, а для чего же нам нужна ложка? А ложка нам нужна, чтобы массу, или я не знаю, что там будет в этом каштане, смотреть, что это такое с помощью ложки. То есть там жидкая она, текучая, тянущаяся, или еще какая-нибудь. В общем, все это будем смотреть с помощью ложки. Чайной ложки. Ну что, погнали. К нашему опыту. Ну, у нас открывашка. Опилки от каштана лежат вот тут. Их буду сгребать, потом посмотрим, сколько же их получится. В общем, прошло минуты две, и я расковырял вот такую дырку. И вот сколько от пилков мякоти каштана получилось. Это именно мякоть, а не жидкость. Или какая-нибудь еще смесь. Ну и карандашик у нас послужит, как убиратель этого мякиш. Ну что ж, ну и давайте уже наконец-то додолбим каштан. И наконец-то проверим эту мякоть. Мякоть каштан. В общем, очень много мякиша высыпалось с этого каштана. И сейчас ее уберем. Вот столько мякиш. Мякиш это получилось. И вот что стало с каштаном. Ну и наконец-то, что же это за смесь такая, сейчас проверим ложкой. А вы такую опыту вообще когда-нибудь проводили, напишите мне в комментариях. Очень интересно, как эту мякоть мне сейчас доставать. Ну, я точно могу сказать, что эта мякоть очень твердая. Ну, в принципе, это логично. Она такая зеленовато-белая. Давайте еще попробуем разговаривать. А давайте попробуем мякоть просто сюда высыпать на стол и посмотрим, какая же она все-таки. Ну, камень ее отморать, конечно же, можно. Это я уже выяснил. Не, ну, конечно же, логично. Потому что, ну, в парке ходишь, и что там? Токсичные плоды растут. Как видите, мякоть еще и еще больше стало. Сейчас его быстренько уберу. В общем, ладно, давайте уже проверять мякоть. Как я вам сказала, она твердая. Зеленовато-белая. А по запаху напоминает траву. Прям вот траву-траву. Интересный запах. Сам каштан практически тем же запахом пахнет, но мякоть немножко не таким. Ну, мы можем взять мякоть отсюда. Именно из этой горточки. Давайте попробуем взять, потому что это тоже, как-никак, мякоть. Вот как она выглядит. В раскрошенном состоянии. Крошится ли она? Да, и очень хорошо. То есть, вот, буквально, такая вот крупинка. Просто она крошится у меня в руках. Как печенье, овсяное. Точно такая же текстура. Ну, вот, кожица попала. Но она не относится к этой мякоти. В общем, вот как это выглядит. Зеленовато-белая субстанция, которая находится в каштане. Насквозь, смотрите. Вот где то самое лезвие открывашки. И просто насквозь каштан продырявила. Ну, в общем, вот что у меня получилось. Конечно же, я пробовать не буду, потому что это декоративная версия каштана, которая растет в папе. Я вам право выставлю на первый план. Это мякоти и сам каштан. Ну что ж, мой опыт подошел к концу. Прошу всех подписаться на канал и поставить большой палец вверх. Ну, а вы были на канале iFop. Всем удачи. Всем хорошего дня. Пока-пока.